Мне кажется, будут упорные и равные встречи. Ну, естественно, кто-то будет побеждать, кто-то проигрывать. Но это не столь так важно в таком ранном юношеском возрасте. Для того, чтобы побеждать на высоком уровне, нужно уметь проигрывать. Уметь проигрывать, обозначить свои ошибки и в дальнейшем исправлять. Это хорошее подспорье для выступления в дальнейшем на федеральных соревнованиях и соревнованиях высокого самого уровня. Это всероссийские турниры, международные турниры. Да, ну понятно, что соревнования соревнованиям, но очень тепло сейчас друг друга поприветствовали. Борцы какие-то подарки даже друг другу вручили. Ну и сейчас все, можно сказать, начинается турнир. Выходят первые спортсмены на ковер. Вольная борьба. Астраханец Хадибов Магомед против Калибатова Абдула. Москва. Да, сейчас посмотрим, как первые встречи, как настрой. Ведь иногда у юноши выигрывают не только самые сильные физически, технически, а сильный характер. Единоборство само по себе предполагает борьба характера. Здесь не надо какие-то высокоточные упражнения выполнять, когда тебе не мешают. А тут единоборство. Само слово говорит за себя. Ну достаточно активно начинает свой поединок без какой-либо разведки. Хотя, понятное дело, что вряд ли здесь кто-то на таком уровне изучает друг друга. Просто все должны выйти и показать, что умеют. Да, это правильно. Каждый должен показать свои умения, навыки, насколько он готов, насколько он тренировался упорно. Все это покажет ковер. Как говорят у футболистов, мяч круглый, поле ровное, а у борцов ковер круглый. Выходи и побеждай. Под таким девизом проводится соревнование в России. Выйди и побеждай. Да, но тем временем небольшая пауза у нас. Видимо, какую-то травму получил спортсмен. Если спортсмен травму получает, он не имеет права выходить за ковер. Врачи тут же оказывают помощь на ковре. Ну, наверное, такая типичная для борьбы травма. Возможно, головами столкнулись и какое-то рассечение. Но пока что не удается увидеть. Да, вы правы. Рассечение брови и лица частенько бывает единоборством. Потому что движение, передвижение, обманы. И здесь можно случайно задеть и получить травму. Да, даже по сути никакого злого умысла-то не надо. Конечно. Просто обычный такой борцовский момент. Конечно. По правилам соревнований отведено определенное количество минут, после которых могут судьи объявить поражение и победу другому. Да, ну, наверное, уже больше минуты, может, даже две помощь оказывают. Да. К сожалению, все от нас достаточно далеко происходит. Соревнования в вольной борьбе могут заканчиваться победой по баллам, если один из спортсменов набрал большее количество баллов. И победой на туше. Туше, это значит положить соперника на обе лопатки. Должно быть касание обеими лопатками. Тогда схватка прерывается. В других видах единоборства, самбо, допустим, тоже схватка может закончиться по баллам. Да, вот как раз турнир по самбо сейчас у нас проходит. Также на первом карьере. Ну вот, вроде бы, спортсмен возвращается у нас на площадку, на ковер. И схватка продолжается. Да, все нормально. Пожали руки, никаких обид нет. Так вот, я начал за самбо говорить. В самбо тоже могут при схватке закончиться чистой победой. Это когда болевые приемы и победы по баллам. Или по баллам с явным преимуществом. Вот сейчас правильный спортсмен в синем трико провел проход в ноги. И до конца не довел в свое действие. Оно вцепилось, он в эту ногу пытается все-таки выжать что-то из этой ситуации. Вот теперь спортсмен получает два балла за то, что он вышел наверх. Борец с красным трико из Астрахани проигрался. Сейчас в данной ситуации два балла. Но опять помощь врача требуется. Колебатого Абдулла. И 57 секунд пока что на мониторчике. Но правда пока по нулям здесь у нас на табло горит. Перечень спортивной борьбы России, в том числе, в Астраханской области входит еще такой вид единоборства, как борьба греко-римская. Сегодня на так же здесь были представлены. А тут по поезду сразу после вольной борьбы начнется соревнование. Чем отличается все-таки вольная борьба греко-римская, чтобы зрители знали. Вольная борьба предполагает борьбу и захваты за ноги, то есть ниже туловища. Борьба греко-римская предполагает борьбу только до пояса. Нижние захваты, приемы ногой запрещены. То есть вот такой вот пример даже приводить из этого поединка, который мы видели. Проход под одну ногу был в греко-римской борьбе, так уже нельзя. Так уже нельзя в греко-римской борьбе. Все захваты ниже пояса запрещены. Вольная борьба основоположником являются народные виды спорта. Якутия, Хабсагай, Молдавия, Трынта, бывшая наша республика. И вольная борьба есть в Культивирице, очень мощная в Соединенных Штатах Америки. У них так и называется американская борьба. Это вольная. Наиболее древним видом спорта, конечно, является греко-римская борьба, которая потом стала называться французской борьбой. Ну, пришли к изначальному греко-римской борьбе. А здесь вольная борьба. Вот сейчас синим трико атакует. Сделал перевод в партер. Захват в руки за предплечье. Это оценивается 2 балла. Да, и снова пытается в партере уже выйти на прием. Да. Схватка переводится в центр ковра. И 0-4 пока что. Выигрывает борец из Москвы. Да, Калибатов-Абдул ведет. Калибатов-Абдул. Борец с красным трико пытается найти какие-то лазейки для проведения приема. Ну, хорошая защита и контратака борца. Переигрывает, переигрывает. Да, перевер. Цепкий такой спортсмен в Москве. Сколько раз он уже вот так за ногу хватает. Магомеда Хабибова. Вот так три точки. Не выбраться просто из этого положения. Еще два балла. Копилка. Еще два балла есть. Ну и вот, собственно, картина. 6-0 по каждому счету. Закончился первый период схватки. Пока выигрывает борец с синим трико. Ну вот что сейчас должен тренер сказать Астраханцу, чтобы как-то переломить этот бой. Все-таки, когда 6-0, и вроде вообще практически ничего не получается. Тяжело выходить на второй период в психологическом плане. Да, ведя за плечами, имея 6 баллов. Это можно считать, что до победы рукой подать. Но обычно спортсмены волевые. Иногда на последних секундах вырывают победу. Или чисто, или по баллам набирают. Вот, вот сейчас 4 балла сразу заработал. Ну вот так вот сразу с перерыва. Он провел посадку с захватом туловища двумя руками. Это прием проведенной со стойки. Оценивается 4 балла. Да, как вы уже говорили, очень важную роль играет характер. Вот как раз таки. Не опустить руки, вот сразу пошел. Не побоялся и 4 балла забрал. Вот, опять проиграл 2 балла. Но все-таки второй период поактивнее. Если в первом секунд 10-15 борцы немного присматривались друг к другу, то сейчас сразу с места в карьер. Да, конечно, проигрываешь 3 балла или 6 баллов. Это одинаково. Тут надо рисковать, искать победу. Отдает спину снова. В контратаке борец с красным трико из Астрахани уступает. Борец с синим трико очень хорошо в контратаке встречает. 10-4 тем временем счет. Польза москвича. Красным трико пытается контратаковать. Не смог сделать первород захватом под руки и шеи. Переходит. Ох ты, но все-таки вышел. 2 балла. 2 балла забирает. И сразу аплодисменты срывает местной публике. Здесь все-таки ситуация считается, что борьба продолжалась в партере. И за выход на верх дается только 1 балл. А перевод в партер со стойки 2 балла оценивается. Здесь борьба продолжалась в партере. Я не знаю, что судьи как оценили. Пока что 10-6 у нас горит на табло. Ну, это уже привычная нам картина. Снова помощь нужно оказать Колебатову Абдулу. Ну, и тренер тоже пользуется ситуацией. Что-то подходит, рассказывает. Время осталось 40 секунд. Поэтому тренер подошел. Как вести себя в эти оставшие 40 минут, когда проигрывает? АПЛОДИСМЕНТЫ Тактика борьбы. Когда проигрываешь, одна. Когда выигрываешь, другая. Надо уметь атаковать в защите. То есть контратаковать уметь правильно. И контролировать руки. А тот, кто проигрывает, значит, надо выбирать такую активную позицию. Пытаться отыграть. Да, понемногу затягивается поединок. Даже не знаю, играет ли кому-то на руку. Вот такие паузы. Все, продолжаем. Время пошло 35 секунд. И нужно сейчас астраханцу активно идти вперед и ситуацию спасать. АПЛОДИСМЕНТЫ Одну ногу пытаются забрать, за спину зайти. Надо на три точки опустить соперник. Вот так, два балла. Есть, два балла есть. Еще два балла. Еще два балла. 10-10. Вот так спасать ситуацию. Астраканец пока что. На центр, на центр. Ну, тут прям как будто финал Олимпийских игр все же вскочили со своих мест. Видите, какой маятник. То туда баллы, то сюда баллы. Да, сегодня у сотрудников скорой помощи есть работа. Часто приходится бой останавливать, прерывать. Ну, действительно, много контактов, постоянные приемы. Два и два балла. Ну, а сейчас вот повтор как раз-таки. Да, повтор показывает. Два и два. Тут, ну, может, еще и не переломный, конечно, момент. Но сейчас именно 10-10 благодаря вот этому техническому действию. Счет стал. И 11 секунд остается. При счете 10-10. Если схватка таковым закончится. То победа будет преследовать тому... По последнему баллу. Или по последнему баллу. Но сначала берется баллы более высокие. У того спортсмена, у которого более высокие баллы. То есть 4, 3, 2. Потом, если это все равные, берется последнее действие. Так, смотрим, последние секунды. Но против, остановись, судья, время. Рыпере поединка. Сейчас синий борец будет атаковать. Зря. Лишь. На последних секундах взял балл. Боигрывал красный. Тут для того, чтобы оценить последние действия, вот перевод партер. Надо, чтобы соперник коснулся трех точек. Касания тремя точками не было. И могут последнее действие не засчитать. Тренер участника выбрасывает челлендж. То есть просит просмотреть видеозапись. Есть правило. Если соперник при проведении приема не коснулся тремя точками, то есть две руки, голова или две ноги, голова, то оценка не предусмотрена. Ну, посмотрим, что решат рефери этого боя. Поединка. Ввиду того, что счет ничейный, а более высокие баллы были у борца Астраханца. Четырехбальный прием. При ничейном результате победа будет борцу в красном трико. Если последние баллы засчитают, то тогда борец на последней секунде будем считать, что вырвал. Так, вот сейчас повтор у нас вот этой последней ситуации. Тоже есть возможность посмотреть. Нет, нет, трех точек нет. Ну все, уже объявили. Да, да, да. Астраханец одерживает победу. И пока что в вольной борьбе можем себе один плюсик поставить. Ну это соответствует правилам соревнований. Если бы так ничейный результат, все равно бы выиграл Астраханец. Да, и по-моему, да, сейчас рассечением он ушел уже в подрибунное помещение. Ну и сразу же второй поединок. Это весовая категория повыше. 41 килограмм. Да. Мухаммед Магомедов. Астраханская область. Против Рустама Желясова. Москва. Вот то, о чем мы говорили. Характер победил. Все-таки мальчик догнал, проигрывая 6-4 балла. Да, 6-0 после первого периода было. Да, 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 даже так было. Все-таки сумел перламить и выиграть этот поединок. Для того, чтобы определить правильность и точность выполнения, просматривается при выбрасывании челленджа то есть оспаривает тренер, то просматривает, да, просматривает и обязательно видеозапись в замедленном. Там все видно. Ну вот мы даже не в замедленном смотрели, в принципе, и там было все видно и понятно. Да, трех точек не было, две точки касания. Ну что ж, все, поехали. Магомедов-Жильясов. Так, на ковре опять схватку повел борец в синем трико из Москвы. Два балла. Достаточно активно москвичи начинают. Сразу виден вот этот настрой, что они просто приехали поучаствовать, а действительно за победу будут биться. Тем более сейчас 1-0 в пользу Астраханской области. Да, это видно. И упускать, конечно, ситуацию москвичи не хотят. Они начинают атаковать прямо с начала схватки. Но пока что присматриваются все равно. Один прием провели, и пока что все спокойно. Сразу в начале схватки никто не хочет рисковать. Рейхи тоже призывает быть немного поактивнее спортсмена. Идти в контакт определенный. Вот сейчас сцепились друг с другом и снова контролируют руки, ноги контролируют, все под контролем. Борцы молодые, но, видно, уже опытные. Такая прям дуэль взгляда сейчас была просто. Кто первый пойдет в прием, кто первый бросится. Ну, такая игра своеобразная между собой. Кто, кого переиграет. Итак, ну, потихоньку подходит к концу. Первый у нас период. 10 секунд остается. И пока 2-0. Посмотрим концовку. пойдет ли кто-нибудь в конце рисковать, пробовать провести какой-то прием. Так, нет, все, заканчивается у нас первый период. выигрывается. Да, выигрывается. 2-0. 2-0. Да. 0-2. Ну, как мы уже успели убедиться, 6-0 можно отыгрываться, так что смотрим, что будет у нас здесь во втором периоде. вот тренеры, вот тренеры, мы смотрим, подсказывают, как надо вести в дальнейшем свой поединок, проигрывает два балла. И здесь московские тренеры озадачивают своего воспитанника. В прошлой схватке астраханец сразу же пошел вперед, проход в ноги сделал и забрал 4 балла. Посмотрим, как сейчас будет. Может, по такой же схеме попробует у нас Мухаммед Магомедов начать второй период. Пожали руки, все готовы. Начали, время пошло. Еще две минуты. Ну, опять поспокойнее достаточно начинают спортсмены. Низко достаточно. Есть здесь, наверное, такой момент, что некоторые даже боятся баллы определенные потерять, и поэтому где-то сильно не рискуют. Но такая ситуация, что в любом случае Мухаммеду Магомеду астраханцу придется рано или поздно рисковать, потому что не в его пользу пока что счет, по-прежнему 2-0. И схватка проходит под контролем борца из Москвы. Он пытается сделать перевод за руку. Контролирует ноги, чтобы не было прохода в ноги. Контролирует руки. Но в таком положении проходит этот поединок, что достаточно сложно в ноги пройти и тому, и другому. Тут хорошая защита у борца в синем трико, блокировка рук. И вот сейчас была попытка схватить одну ногу, не удалась она у нас крича. ну и слава у нас снова бойцы цепились в очаге. Перевод в партер, два балла оценивается. Хороший захват для проведения приема наката. Пытается накатить, но не получается. схватку возобновляют стойки. А я смотрю, еще один балл у нас на табло есть у астраханца, так что 4-1 счет. не знаю, если борец с синим трико уйдет за ковер, то преимущество один балл может заработать борец с красным трико. Он пытается вытеснить за ковер. Вот красная зона. Красная зона. Молодим, балл все равно это будет недостаточно. Полной ступней. Полной ступней должен за ковер выйти. И все. Да, все. Теперь 4-1. Равенства нет. Здесь ситуация затягиваться не будет. Все понятно. И в вольной борьбе у нас счет становится 1-1. Два поединка прошло. Да. Все, до 44 килограмм теперь у нас. Весовая категория Амаров, Сайпула, Астрахань, Шавхалов, Мансур, Москва. Угу. Я вам приемлю, что победил Олег Монезлава. Вот у нас вес становится все больше. Все-таки чем больше вес, тем поединки будут интереснее. Вот на ваше мнение по этому поводу. Какие-нибудь приемы будут более серьезные, амплитудные? Я думаю, может быть всякое. Иногда в малых весовых категориях очень техничные борцы. Тоже за счет какой-то скорости, да? Да. За счет скорости, за счет технико-тактической подготовки, потому что борцы сами по себе, вот как правило, малых, маленьких весовых категорий, они более работоспособны. Но, может быть так, чтобы не обиделись борцы тяжеловеса, они немножечко так к тренировкам относятся, немножечко ленивые. Но если не считать таких знаменитых борцов, как Александр Карелин, герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, тот тренировался даже тогда, когда борцы сборной отдыхали. Вот сейчас у нас 2,2 балла заработал борец Астраханец. Да, 4-0. 4-0. Да, но вот здесь совершенно другое начало мы видим. Если в тех схватках все-таки москвичи начинали, то здесь совершенно другая картина. И смотри, достаточно активно сейчас Астраханец идет в приемы. Пытался сейчас опять же в ноги пройти, но отоборонялся. Шавхалов. Так, пытается провести прием борец и красным треком. Астраханец контратакует, зарабатывает 2 балла. Да, посмотрим, что сейчас получится сделать, из-за ситуации выжить, но... еще 2 балла. Еще 2 балла. По-моему, чисто технически победил Астраханец. Молодец. Мы видели, как активно он провел прием за приемом. То есть не дал отдышаться. Проводит прием тут же переворот накатом, переворот захватом руки на ключ и завоевал победу с явным преимуществом. Остановили в схватку и объявили ему победу. опа, 2 балла. Астраханец. 2 балла проиграл борец 4 получается два за перевод если засчитали переворот накатом до закрыва также засчитано 2 и 2 вытаскивать надо вытаскивать ничего нет танцовки техническое действие зафиксировано и на центр вернуться надо 40 секунд у нас еще остается 42 борец из москвы впереди надо бы рисковать два балла концовка встречи ничего нет выход за ковер партере оценки нет но пока как-то спокойно нас проходит концовка не до конца довел прием все это первый период это первый период был да так что еще есть время ситуации исправить и и Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА